всем привет вы на канале простое вязание и мы свяжем вот такой вот узор сегодня я таким узором вижу джемпер мужу раппорт узора 22 петли и 10 рядов первый ряд первая петля у изнаночная потом у нас ее 3 лицевые теперь 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые теперь делаем прибавку прибавку делаем из ряда ниже то есть мы поддеваем петельку на ряд ниже вот так вот провязываем ее и провязываем основную петлю мы сделали прибавку следующая петля изнаночная лицевая и опять прибавка мы вот так вот поддеваем петельку на ряд ниже и провязываем ее дальше мы вяжем лицевые 4 петли 4 теперь делаем убавку с наклоном влево то есть просто классический вот так если у вас петли развернуты обязательно разверните чтобы при убавке с наклоном вправо у стояли правой стеночки к нам при убавке с наклоном влево у нас должны стоять левой стеночки к нам 2 вместе с наклоном влево и провязываем 3 лицевые все раппорт узора у нас окончен второй ряд мы вяжем по рисунку как в поворотных рядах так и в круговом вязание то есть просто там где у нас лицевыми мы вяжем лицевыми там где у нас изнаночные мы вяжем изнаночные но при круговом вязание петлю которую мы делали с наклоном влево мы провязываем не за переднюю стенку в нечетных рядах а за заднюю стенку дабы она в рисунке легла ровно то есть вот видите смотрите какой у меня скос если провязывать за переднюю стенку тот скос будет сейчас я вам покажу какой скос какой у нас видите он неровный он прям волной идет то есть петли тянут вправо если мы провязываем в нечетных рядах вот эту вот петлю если мы будем провязывать за переднюю стенку то полотно будет косить вправо нам это не нужно нам нужно чтобы она все косила влево поэтому за заднюю стенку провязываем и это второй ряд он как бы считается изнаночным и мы его вяжем по рисунку ничего не убавляя и ничего не прибавляем 3 ряд изнаночная 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо еще раз 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые и и прибавку делаем прибавку делаем вот мы прибавили вот эту петельку из нее же мы делаем прибавку опять поднимаем петельку на ряд ниже и провязываем вот так изнаночная 2 лицевые и опять у нас прибавка то есть вот поднимаем и провязываем 4 лицевые 2 вместе с наклоном влево теперь мы делаем обычный наклон то есть мы левой стеночкой к себе ставим и провязываем 2 лицевые все третий ряд у нас по рисунку закончен 4 ряд мы вяжем также как и 2 обязательно вот эту петельку которую мы провязали вместе провязываем в круговом вязании за заднюю стеночку 5 ряд изнаночная 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые прибавка точно также поднимаем и провязываем изнаночная лицевая 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 3 лицевые и прибавка так вот то есть поднимаем из ряда ниже да вот у нас подняли 4 лицевые теперь у нас 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая 6 ряд у нас изнаночный вяжем по рисунку 7 ряд изнаночная 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые прибавка на ряд ниже и 3 лицевые ну то есть прибавка а потом основную петлю провязываем и еще три получается так изнаночная вот здесь как раз 4 лицевые да вместе с основной и из нее уже делаем прибавку 4 лицевые опять и 2 вместе с наклоном влево так все раппорт у нас по самому рисунку закончен но не закончен сам раппорт то есть нам надо еще провязать изнаночный ряд и еще один лицевой и еще один изнаночный то есть нам надо провязать еще три ряда эти ряды мы вяжем только по рисунку мы ничего не прибавляем ничего не убавляем просто вяжем сейчас один ряд будет изнаночный это 8 потом 9 и 10 и тогда у нас будет законченный раппорт узора вот так вот покажу вам в полотне как это выглядит вот так я надеюсь информация была для вас полезна спасибо за внимание я надеюсь информация он 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 она она Продолжение следует...